Я попросила слово для нового выступления, пожалуйста. Правильно, сегодняшнее заседание планировалось провести в формате закрытых консультаций, чтобы по-деловому посмотреть, не может ли Совет Безопасности внести свой вклад в урегулирование украинского кризиса. Однако затем, как жаловались нам коллеги, делегация Соединенных Штатов выкрутила всем руки. Понятно почему. Чтобы устроить очередную пропагандистскую шумиху. Причем представитель Соединенных Штатов вышла за пределы украинской темы, сделав ряд неприемлемых обобщений в отношении политики России. Поэтому вынужден высказаться о политике Соединенных Штатов. На протяжении всего украинского кризиса Соединенные Штаты играют деструктивную, а если называть вещи своими именами, подстрекательскую роль. После каждого визита на Украину высокопоставленных американских лиц, киевские власти наращивают конфронтационность своих действий. И нынешняя военная эскалация чудесным образом совпала с посещением Киева командующим американских войск в Европе. Вообще удивительно, куда бы Вашингтон не обратил свой взор, будь то Ирак, Ливия, Сирия, Украина, везде дестабилизация, кризис, кровь. Может быть, Соединенные Штаты считают, что у Европы мало проблем, и на востоке континента надо создать длительный болезненный кризис? Представляется, что в некоторых европейских столицах стали понимать, куда идет дело. Хотя пока и не во всех, как показала сегодняшняя дискуссия. Госпожа Пауэр и некоторые другие коллеги затронули некоторые конфликты, которые возникли в результате распада СССР, и почему-то обвинила в них Россию. Напомню, что конфликт в Приднестровье мог бы быть урегулирован еще в 2005 году, если бы в последний момент не вмешался Вашингтон, отговорив Кишинев от подписания уже готового соглашения. Абхазия и Южная Осетия не объявили бы о своей независимости, если бы в 2008 году не сорвался с нарезки безоговорочно поддерживаемой Вашингтоном неуравновешенной Саакашвили. Возвращаясь к украинской теме. В ходе сегодняшней дискуссии прозвучал ряд конкретных претензий к России. Прекомендовал бы коллегам внимательно изучить текст сегодняшней большой пресс-конференции, проведенной в Москве министром иностранных дел нашей страны Сергеем Лавровым, а также вновь перечитать мое сегодняшнее заявление. Применительно к выступлению украинского представителя скажу лишь одно. За все наши многочисленные дискуссии в Совете Безопасности украинская делегация не сказала ни одного не то чтобы уважительного, а просто хотя бы не оскорбительного слова о населении Юго-Востока своей страны, повторяя бандиты, террористы. Правда, кое-кто из украинской политической элиты иногда добавляет насекомые и недочеловеки. А про инклюзивный внутриполитический диалог я от украинского коллеги и не ожидал ничего услышать. От таких терминов в Киеве шарахаются как черт от Ладана. А пора бы уже обрести политическое мужество и понять, что по-другому Украину не сохранить. Я благодарю вас, господин председатель. Председатель, я благодарю представителя Российской Федерации за выступление. Представитель Соединенных Штатов попросил слово для дополнительного выступления. Спасибо, господин председатель. Я прекрасно понимаю желание представителя Российской Федерации рассказать о других конфликтах, других кризисах. Помимо ситуации этой тактики, стремится поддержать террористов, которые чинят хаос в Украине. Представляется, что продолжается тактика России в поддержку сепаратистов в Украине. Тактика эта имеет продолжение здесь, в Совете. Отвлечение внимания, демонстрация постоянного предпочтения, выдумки над фактом. Давайте четко скажем. Говорилось о том, что Российская Федерация детская стремится к выполнению минских соглашений. По сути же, Россия и сепаратисты, которые она поддерживает, ничего не делают для выполнения минских соглашений. Например, продолжаются нападения через линию прекращения огня. Оружие, тяжелая техника, военный персонал течет через границу из России в сепаратистские районы. Граница не защищена. Заложники по-прежнему удерживаются, в том числе и на российской территории. Между тем, Украина делала многое и делает многое для выполнения положений сентябрьского Минского протокола. В том числе, дважды в одностороннем порядке объявляла о прекращении огня. Однако, нападения сепаратистов продолжались. Заявляют, что Украина наращивает свое военное присутствие, прибегает к милитаризации. По сути же, Украина пытается выдержать линию прекращения огня, согласованную в сентябре. Сепаратисты, которых поддерживает Украина, игнорируют линию, пытаются захватить дополнительную территорию. Линия не должна быть предметом новых переговоров, поскольку сепаратисты захватили новые территории, нарушая соглашение о прекращении огня в сентябре. Заявляли о том, что по Минску Донецкий аэропорт должен находиться под контролем сепаратистов. Однако, согласно соглашению Минскому 19 сентября, контактная линия проходит через территорию аэропорта. В соглашении говорится, что по крайней мере на 15 километров по обе стороны от линии прекращения огня будут разведены силы, и аэропорт должен остаться нейтральной территорией, если будет адекватно выполняться Минское соглашение. В соглашении 19 сентября даются четкие координаты, и нет никаких оснований полагать, что нельзя придерживаться этого с помощью GPS. Представитель России говорит, что Украина не откликается на последние предложения президента Путина. По сути, нет необходимости вести новые переговоры по новому мирному плану или по новой линии прекращения огня. Сентябрьские Минские соглашения предусматривали прекращение огня, постоянный иностранный мониторинг границы, вывод техники и сил России с Украины, освобождение всех заложников, увеличение уровня автономии региона. Согласно законам России, это наилучший путь до эскалации конфликта. Судя по всему, Россия не выполняет Минские соглашения, меняет линию контроля, которая там указана. Россия и сепаратисты, которые поддерживает она, должны придерживаться сентябрьских соглашений. Вместо того, чтобы пытаться изменить факты на месте, вести новые переговоры, нам нужно больше фактов, меньше выдумок. Нам нужно более широкое выполнение Минских соглашений, а не отвлечение нашего внимания от такого выполнения. Благодарю вас. Я благодарю представителя Соединенных Штатов за выступление. Представитель Российской Федерации попросил возможности выступить. Даю вам слово. Представитель госпожи Пауэр решил, что она недостаточно красноречиво изложила американскую позицию и поэтому повторил некоторые положения ее выступления. Вообще, я сожалею, что посол Пауэр уклонился от продолжения принципиальной дискуссии с нами по фундаментальным вопросам мировой политики. Я благодарю вас. Я благодарю представителя Российской Федерации. Представитель Украины попросил слово для дополнительного заявления. Простите меня, господин председатель, за то, что я попросил слово вновь, но моя страна упоминалась неоднократно во время последних нескольких минут заседания. Позвольте несколько замечаний по так называемому национальному диалогу децентрализации гуманитарной обстановки в Украине. Как сообщили коллеги вчера утром, мы направили всем членам Совета безопасности информацию, включая Российскую Федерацию, по социальной и гуманитарной обстановке в Донбассе, по мерам, которые принимает правительство Украины для удовлетворения потребностей граждан Украины в Донбассе. Все это в этом документе. Поэтому я не знаю, почему российский коллега сообщает здесь неверную информацию, говорит о том, что Украина не реализует политику инклюзивности. Здесь вам самим решать. По мобилизации мы в процессе реформы наших вооруженных сил, которая была практически разрушена в последние годы. Почему мы занимаемся этим? Во силу тех фактов, о которых говорилось сегодня, расширение российского военного присутствия в Украине, в Донбассе, тысячи россиян, самое современное оружие. Мы вправе защищать себя. Именно поэтому мы этим занимаемся, исходя из принципа ООН, коллективной самообороны. Мы обратились ко многим странам и организациям оказать нам помощь. Было очень непросто получить отклик с их стороны, получить какое бы то ни было вооружение, аналогичное вашему. Именно поэтому то, что мы делаем, мы делаем для самозащиты. Для защиты это наше право. Что касается граждан Украины. Документ, который я упоминал, адресован гражданам Украины на Донбассе, которые находятся под террористической угрозой. Кого мы называем террористами? Тех, кто убивает пассажиров гражданских самолетов, кто убивает гражданское население. Это террористы. И они террористы всюду, какой бы национальности они ни были. И это наша общая борьба с террористами. Все они террористы. Мы их так называем, поскольку они действуют как террористы. Согласно соответствующему определению, большое вам спасибо. И простите за то, что я попросил слово повторно. Председатель, я благодарю представителей Украины. В моем списке больше нет ораторов. Совет безопасности таким образом завершил нынешний этап рассмотрения данного пункта повестки дня. Заседание закрывается.